Объекты фонда SCP Объект номер SCP-2023 Апология Айдония Класс объекта безопасный Особые условия содержания вокруг места возникновения SCP-2023 На склоне холма установлен охранный периметр Сотрудникам службы безопасности, назначенным на охрану объекта Следует поддерживать легенду об археологической экспедиции Проводящей раскопки исторического места Посторонних лиц, пытающихся проникнуть за периметр Следует останавливать под предлогом необходимости сохранения территории от возможного щерба Описание SCP-2023 Явление Происходящее в местности Находящейся приблизительно в 7 километрах от города Энна Италия Место возникновения явления представляет собой пещеру Расположенную на берегу небольшого озера Окруженного холмами и скалами Данная пещера может быть обнаружена лишь пешеходом Находящимся в непосредственной близости от нее SCP-2023 Заключается в спонтанном появлении входа в пещеру Различных декорастущих цветов Распространяющихся в радиусе 2 метров от нее И, по-видимому, растущих непосредственно из окружающих ее камней Среди наиболее часто встречающихся видов растений Асфодеус белый Асфоделус альбус А также различные виды нарциссов К примеру, нарцисс поэтический Нарциссус поэтикус Нарцисс трехтысячинковый Нарциссус триандрус И нарцисс ложный Нарциссус псеудонарциссус При более близком рассмотрении можно увидеть Что цветы состоят не из органического вещества А из тонко обработанных, аккуратно подобранных драгоценных камней Каменные цветы Созданные SCP-2023 Разрушаются при прикосновении к ним А также исчезают по прошествии двух-трех дней Около сорока восьми по семьдесят два часов После исчезновения цветов на земле не остается каких-либо следов или остатков SCP-2023 происходит непредсказуемо без какой-либо заметной периодичности Тем не менее Ежегодно в начале осени происходит значительное проявление феномена Радиус распространения SCP-2023 при этом увеличивается приблизительно до пяти метров Кроме того Вместе с цветами появляются нендемичные для данной местности бабочки вида Айдоней Атрофанеура Айдонеус Проявление сохраняется до первого снегопада в горах окружающей местности Сицилии При первых заморозках любой ветер в зоне появления эффекта вызывает вибрацию цветов В результате которой составляющие камни производят мелодичные звуки Схожие с человеческими вокализациями Данная аномалия прекращается на следующее утро Приложение SCP-20231 При исследовании пещеры происхождение SCP-2023 Внутри нее не было обнаружено никаких примечательных особенностей Туннели и пустоты ТП На стене напротив входа в пещеру обнаружены следующие высеченные на камне надписи Перевод с греческого языка Эти цветы все живое, что в силах создать я Для тебя, чтобы узреть вновь улыбку твою в моей тьме Любовь и царица моя, возвращайся ко мне поскорее Двери подземного царства навечно открыты тебе Приходи и уходи, когда хочешь Помимо этого, на полу пещеры были обнаружены разбросанные небольшие кусочки металла Химический анализ показал Что данный металл является железом высокой чистоты В приложении SCP-20232 в полдень 17 июля 2003 в ходе очередного появления SCP-2023 появились каменные цветы только одного вида Обыкновенный гиацинт Гиацинтус ориенталис Во второй половине дня и вечером было отмечено появление местных бабочек различных видов Приносивших к ходу пещеры небольшие веточки тимьяна Трава исчезла с наступлением темноты Гиацинтус ориенталис Гиацинтус ориенталис